Транспортную доступность и другие актуальные темы обсудил Олег Кожемяка на встрече с жителями Путятина. Вместе с главой региона на островную территорию прибыли руководители краевых ведомств и администрации Фокина. Краевые власти отчитались об исполнении поручений данных в ходе январского визита губернатора. Мы сейчас прорабатываем с литинговой кампанией. Вопрос по покупке новой баши по строительству новой баши. Срок строительства 18 месяцев. Где-то через полтора, год и восемь мы обеспечим вас. Проект есть на эту баржу? Да, это проект разработан. На Ливадийском заводе? Да, будет делаться на нашем Ливадийском заводе. Также на острове появился штатный механизатор. Он работает на тракторе, доставленном краевыми властями для уборки улиц и дорожных работ. В пожарном депо на постоянной основе теперь работают два водителя. Продолжается комплектование добровольной пожарной дружины. Кроме того, уже частично восстановлено освещение улиц на острове. А местную амбулаторию ждет ремонт. Деньги на это уже предусмотрены ФМБА. Необходимо было уделить внимание на уровне краевого правительства тем вопросам, проблемам, которые здесь создались. Конечно, это прежде всего вопрос о том, чтобы в перспективе, допустим, там двухлетней была построена баржа. Это, наверное, для жителей один из главных вопросов. Есть также вопросы, связанные с тем, чтобы провести диспансеризацию. Мы сейчас переговорим о том, чтобы был сюда направлен санитарный поезд здоровья. Провели ли фолиурографию, маммографию, все, что там возможно сделать с этим переездом. Но мы побывали здесь непосредственно в амбулатории. Она оказывает необходимую медицинскую помощь. Олег Кожемяка поручил властям приобрести для острова дополнительно трактор и экскаватор для ремонта и поддержания в порядке местных дорог. Также жители попросили поставить спортивную площадку и открыть баню. По словам главы региона, работа по развитию острова предстоит большая. Даны соответствующие указания всем структурам, в том числе и администрации Фокина, всем, чтобы они надлежащим образом выполняли это. Но мы со своей стороны будем там раз в квартал приезжать, смотреть, контролировать. Мне кажется, что здесь нужно еще больше расширять программу, связанную в том числе с условиями для развития туризма. Для этого нужно еще закупить отдельную технику, в том числе дорожную. Нужно посмотреть по сносу зданий, по поддержке туристических проектов. Конечно, правильным было бы решение для социальных категорий предусмотреть частичное субсидирование на перевозку автомашин. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.